ПЕСНЯ 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 Добрый день! В эфире Радио России. Музыкальная гостиная у микрофона Наталья Кожевникова. Я представляю нашего гостя сегодня Елена Стихина, солистка Мариинского театра. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, Наталья. Представив вас как солистку Мариинского театра, я немножко слукавила, потому что на данный момент вы в Европе и в Америке выступаете, пожалуй, чаще, чем здесь. То есть, можно сказать, певица мировых театров. Лена, скажите, карьера развивается стремительно, появившись здесь в феврале 2017 года. Фактически два с половиной года прошло, и уже в багаже Метрополитенопера, Парижская опера, там я посмотрела огромное количество уже партий спета. Другие европейские театры, Бостон в Америке и даже Мексика. Готовы ли вы были к такому стремительному развитию событий? Или это произошло само по себе? Вы знаете, когда мы все учились в консерватории, вокалисты, музыканты, всегда все мечтали о такой жизни. Поэтому сейчас говорить, что мы были к этому не готовы, когда мы готовились всю свою сознательную жизнь. Я бы слукавила, если бы сказала, что я этого не хотела. Потому что огромное счастье быть востребованным артистом. Все для этого учились, для этого работали, прилагали какие-то усилия. Конечно, за эти два с половиной года очень много произошло в моей жизни и в моей биографии, так и в творческой, так и в личной жизни. Но, с другой стороны, если мы не идем вперед, мы движемся назад. То есть это такой девиз по жизни? Да. Это замечательно. Лена, так получилось, что вот Медея у вас получилась как замена Йончевой, и Татьяна получилась как замена Нетребка в какой-то момент. То есть вот эта история, когда заболевает или что-то происходит с звездой, и впрыгиваешь, ведущий поезд, так скажем, да? То есть это толчок, правильно или нет? Вообще в жизни артиста такие вещи часто случаются. Просто когда молодому артисту, молодой певице доверяют исполнить главные партии в таких театрах, это, конечно, большая ответственность. Сейчас это не такая уж редкость. Артисты действительно болеют и случаются всякие обстоятельства, замены. Очень много их происходит в театрах по всему миру, и это не единичные случаи. Просто действительно в моём случае это был аванс доверия, потому что я была молода, ещё незнакома была публике, зрителям и вообще людям, и любителям оперы. Поэтому для меня это очень много значило, и для меня это действительно дало большой толчок. И это было неожиданностью, я так понимаю, для публики, потому что они об этом узнали уже, придя на спектакль. Или заняли небольшое время? Ну, вообще замены так и происходят часто, если артисты заболевают, то об этом объявляют перед спектаклем. Об этом ничего такого нет. Это действительно везде происходит, и всегда об этом объявляют прямо перед спектаклем. То есть уже оркестр сидит, сейчас выйдет дирижёр, и вот объявляют прямо в данный конкретный момент. Конечно, публика не всегда готова к этому, потому что на многих артистов люди покупают билеты заранее. Ну и как вы себя ощущаете в такой ситуации? То есть сейчас я уже понимаю уверенно, а вот когда это впервые произошло, какие были ощущения? Противоречивые. С одной стороны, ты счастлив, что наконец-то ты дорвался до сцены. А с другой стороны, конечно, это очень сложно не думать о том, что тебя оценивают сейчас. И не думать о том, что... С большим пристрастием, чем если бы вы были заявлены сразу. Конечно. Но с другой стороны, и большая отдача после того, как всё получилось. И публика принимала во всех этих случаях, я так понимаю. Да, слава богу. Лена, вот «Медея» — это Зальцбург и фестиваль. Это очень сложная партия. Это опера, которая практически нигде не исполняется. Есть запись «Калос», она считается эталонной. И больше я, например, не знаю. Может быть, есть и другие. Ну, это крайне редко исполняемая опера. Очень сложно. Я послушала в записи вашу «Медею». Как это выдержать? Она, конечно, редко исполняемая опера. Но, тем не менее, например, в театре Станиславского, Немровича Данченко музыкальном, в Москве она идёт. Она идёт в итальянской версии. Если честно, я про эту оперу ничего не знала. Это всё-таки не мой стиль. Но я приняла такое решение, что надо попробовать. Вокально очень сложная партия. К тому же на французском. Но я благодарна режиссёру и дирижёру, что было принято решение вырезать все разговорные диалоги. Но это было ещё до моего участия принято решение. То есть не благодаря вашему участию? Нет, нет, нет. Это была концепция того, как я появилась в этой продукции. Потому что Саймон Стоун, он заменил разговорные диалоги на сообщения на автоответчик. Либо это были смс-ки, переписка. Они оставались только петь. Опер действительно тяжелейшая. Для сопрано она тяжела тем, что ты выходишь на сцену, и ты больше оттуда не уходишь. То есть всё на вас держится, на самом деле. Да, и вся кульминация происходит в конце. И всё время быть всё выше и выше. Да, и не сдуться в середине тоже сложно. Потому что партия невероятная, конечно. То есть она не сравнится, наверное, ни с Соломеей, ни с Вагнером. Это разные стили. И вокально, и драматически. Играет музыка. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Вы даже не были знакомы с этой оперы, когда вам поступило предложение. Сколько у вас было времени, чтобы освоить? Очень мало. Когда Соня Ёнчева объявила о том, что она беременна, это где-то середина марта была. И спустя какое-то время мне предложили. И там же уже начинаются репетиции. Я смогла приступить к репетициям только в начале июля, потому что до этого я была занята на селе судьбы в Парижской опере. В Парижской опере у вас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Татьяна, Зиглинда, Тоска. Нет, в Парижской опере я у Вагнера никогда не пела. А Зиглинда это было концертное исполнение? Концертное исполнение с маэстро, да. Ну, хорошо, в Париже. Татьяна, Зиглинда, Мими, Тоска. Я можно оговорюсь сразу, что я концертное исполнение не считаю исполненными операми. Так, интересно. И не считаю готовыми партиями, потому что это совершенно другое. Здесь не за что спрятаться. Тем не менее, я не считаю их именно партиями в репертуаре. Ну, это другой просто жанр. Я действительно, я их как оперными партиями в своем багаже, я их не считаю. Даже если вы поете полностью операми? Даже если я в концертном исполнении спела, да. То есть важно очень погрузиться в роль именно драматической сыграти. Конечно, да. Конечно. Ну, хорошо. В любом случае, в Парижской опере у вас много партий. Может быть, чуть меньше, чем в Мариинском театре. Можно ли сказать, что Парижская опера вас особенно любит? Как складывались эти отношения, этот роман? Наверное, можно. На самом деле, кастинг-директор Парижской оперы, он был в конкурсе операли в 2016 году. И после этого он пригласил меня на прослушивание. Я приехала на прослушивание, и он мне предложил страховку как раз Евгения Онегина в Парижской опере. И после того, как случилась замена, он мне предложил еще несколько контрактов. И сейчас у вас там грядет несколько премьер, да? Ну, вот я себе уже прошел, Адриана, Мими. Ну, здесь Мими уже пели. Здесь я уже пела, да. А Адриана еще не пела. А будете до того, как вы споете в Париже? Да, все зависит от руководства Мариинского театра. То есть, как там будет по расписанию? Как получится, да. Потому что не всегда же все зависит от самих солистов. Это часто зависит не от нас. Лена, вот в Парижской опере такое количество контрактов и планы, и уже много состоялось. Как происходит общение? То есть, вы же приезжаете туда и живете там фактически месяц, да, пока идет постановка. Больше, да. Если это новая постановка, больше. Осваивается ли за это время язык? И есть ли вообще такая цель? Или вот достаточно выучить партию на языке, и это с музыкой вкладывается в мозг, в подсознание, все замечательно, а при этом в быту можно не владеть языком? На самом деле, чем больше языков ты знаешь, тем тебе легче работать, потому что команда интернациональная. И вся интернациональная команда говорит на том языке, на котором говорит большинство, скажем так. Я, например, очень сожалею о том, что никак не могу собраться с мыслями. И из-за своей лени, может быть, из-за нехватки времени, достойно заняться выучкой нескольких языков, в том числе итальянского, французского, немецкого и далее по списку, скажем так. Я свободно владею только английским языком из иностранных. И, конечно, понимаю итальянский, немецкий, немножко говорю на этих двух языках, чуть-чуть совершенно понимаю французский. Но, конечно, надо стремиться к изучению этих языков, потому что это даёт большую свободу. Лена, скажите, пожалуйста, вот Зальцбург – это то, о чём мечтает каждая певица? То есть это вершина карьеры или нет? Или Метрополитен вершина? Или то и другое просто на разных континентах? Каждый артист мечтает о своей сцене. Ты никогда не знаешь, о какой сцене мечтал солист. Я, например, никогда не мечтала работать в Мариинском театре. У меня не было такой мечты. Так получилось. Счастливо для нас. Ну и для меня тоже счастливо, потому что для меня это город, который мне дал очень много всего. И даёт, и дай бог даст. Я же из маленького очень города, Свердловской области. И я знала, конечно, что есть театр в Москве. Я знала, что есть театр в Екатеринбурге. Но моё мировое ощущение было достаточно сужено. И я даже не могла предположить о том, что есть ещё театр в Санкт-Петербурге, что, может быть, я там буду работать. Не потому, что это неизвестный театр или что-то такое, а просто по незнанию, скажем так. Потом, когда я училась в консерватории, мне тоже казалось, что это что-то такое за гранью. То есть мне казалось, что Петербург — это совершенно другой мир. Я закончила Московскую консерваторию. И, опять же, даже тогда не приходило в голову, что я могу работать в Мариинском театре. Мне казалось, что это такой театр, в котором работают артисты, солисты. И это действительно какая-то другая планета. Уже потом, когда я начала именно работать по специальности, не просто учиться, мечтать, а именно работать по специальности, то вдруг я поняла, что, наверное, работы очень много, и театров очень много. И, наверное, вот это и дало мне толчок сначала переехать во Владивосток, а потом переехать в Санкт-Петербург и уже работать где-то в других странах и городах. На самом деле выступать на каждой этой сцене, что Зальцбург, что Метропольтон-Опера, что Ласкало, на которой я ещё не пела, любая сцена престижна, потому что в любом зале сидят зрители, которые тебя хотят видеть, и та аудитория, которая пришла послушать именно тебя в этот вечер. И это самое главное. Ну, это же даёт, в общем, дальше толчок к развитию карьеры. Если солист появляется в Метропольтон-Опера, внезапно заменив кого-то или планово, то его уже как-то имеют в виду вот на этом уровне, да, на уровне солистов, которые поют в Метропольтон, в Зальцбурге, в Мариинском. Ну, то есть как-то Маринский, нам хочется, чтобы он стоил в этом же ряду. То есть это уже такая ступень, от которой, ну, скорее выше, чем ниже. Ну, возможно, потому что даже когда ты подаёшь резюме в другую абсолютную организацию, например, где ты даже не связана с музыкой, я имею в виду, когда ты составляешь своё резюме, естественно, есть какие-то пункты, которые будут престижны для того, чтобы получить работу. Наверное, так же и здесь, что пункт о том, что ты пел в Метропольтон-Опера будет очень престижен. Лена, скажите, у вас есть агент или вот всё, что происходит, это вот как раскручивается такая спираль с источником в операли, скажем, да, вот она так сама по себе и раскручивается. То есть кастинг-директор парижской оперы услышал вас на операли и пригласил в Париж. В Париже услышал ещё кто-то, пригласил там в Зальцбург, скажем, да. Или есть агентство, агент, который вас толкает, который знает, куда отправить заявку или где будет ставиться опера, которая вам по голосу. Как это происходит? Я думаю, что это так и так происходит. Агент у меня, конечно, есть, потому что мы живём в таком мире, в котором эта система очень хорошо работает. Обязательно кто-то должен представлять твои интересы, потому что артист должен заниматься музыкой. Организационными вопросами должен заниматься организатор. И вот это делегирование полномочий, так я это называю, оно даёт тебе больше времени на то, чтобы заниматься творчеством и заниматься музыкой. Потому что если ты будешь всё время заниматься тем, что ты ищешь работу, это очень выматывает, и не все могут этим заниматься. Я считаю, что это очень хорошая система. И, кстати, она в России очень неразвита в оперном мире. Бывают такие агенты, очень известные, которые работают со звёздами, которые, в общем-то, устраивают достаточно жёсткую жизнь. То есть приезжаешь из одного театра, не успеваешь распаковать чемодан, уже должен лететь. И есть ли такая грань вот этих отношений? Агента, который очень активен, востребованности, которая уже появилась, и, в общем, как-то так беречь собственные силы. Я считаю, что нужно всегда найти баланс для того, чтобы избирательно относиться к тому, что ты делаешь. Отдыхать тоже нужно, и большие нагрузки, они потом сказываются на здоровье на твоём, в первую очередь, даже не на карьере, на чём-то, а именно на здоровье. А от этого уже все остальные ниточки тянутся ко всему. И к карьере в том числе. То есть вы, в принципе, можете отказать агенту, если он настаивает, а вы чувствуете, что это вам будет... Ну, никто же не может заставить вас делать то, что вы не хотите делать. Ну, тогда агент, если он, например, какой-то избирательный... В этом отношении очень важно найти своего агента, с которым ты будешь говорить на своём языке, он тебя будет понимать. Конечно, темп бешеный бывает, что я смотрю на некоторых людей и артистов, которые работают, очень много. Я не знаю, у меня бы не хватило сил на такой ритм. Я пытаюсь находить баланс между работой, отдыхом и семьёй, и восстановлением. Ну, это очень правильно, потому что, в общем, жизнь не заканчивается спустя, там, насколько рассчитан график, да, на три года, на четыре. Она длинная, и надеемся, что и голос будет такой же надолго. Да, я тоже надеюсь, что я тоже буду долго петь в хорошем качестве. Вы получаете удовольствие от того, что вы поете на сцене? Конечно. То есть нет удовольствия, нет кайфа от проделанной работы, и тем лучше не заниматься. Персонажи, которых вы поёте, они все очень разные, и, как правило, такие, ну, в общем, очень непростые судьбы. Вот чтобы это пережить, ну, например, достаточно даже одной мидеи, чтобы вот это приложить всё к себе. Насколько вы сливаетесь с персонажем во время постановки? Насколько это необходимо, и можно ли, в принципе, держать дистанцию? Нужно держать дистанцию, потому что есть у меня такое выражение, которое я где-то услышала, но не моё, честно. Выходя из театра, не забывайте выйти из образа. Вообще очень сложно не отождествлять себя с персонажем, но как-то у меня получается пока. Я зачастую не отождествляю себя с персонажем до такой степени, что я не помню, что я делала на сцене. То есть я выхожу со сцены, я принимаю душу, разгримировываюсь и как-то стараюсь очень переключиться, и я над этим работаю. Естественно, бывают какие-то накладки, когда черта характера входит к тебе в жизнь. На какое-то время? Ну да, например, бывает, ты становишься излишне нервозным, например, или таким психованным. Ну, это всё зависит от характера персонажа, да? Или, наоборот, чрезмерно меланхоличным. Но как только постановка заканчивается, появляется что-то другое, ты всё отбросил, пошёл дальше. Потому что иначе это начинает подменять твою личность. А нужно помнить, какой ты на самом деле. А какая вы на самом деле? Дурная. Дурная в смысле азартная? Нет, в смысле спонтанная и весёлая. Это же замечательно. Весёлая – это значит позитив, а позитив – это энергия. А энергия – это возможность двигаться туда же, куда вы двигаетесь. Я вообще считаю, что чувство юмора – это очень важное качество. Конечно, у меня юмор свой, специфический, может быть, и не всем понятный, но если нет чувства юмора, то сложно. Ну, то есть можете воспринимать через улыбку то, что поможет это воспринять. Лена, но на время спектакля вы же всё равно, наверное, погружаетесь в этот персонажа, чтобы сыграть его как можно более правдоподобно, оставляя потом после спектакля этот халат, одежду на вешалке. Так? Или всё-таки тоже это опасно? Это тоже опасно, потому что нужно обязательно умудряться находить баланс между вокалом и игрой. То есть нужно как бы расслоить внимание на игру, на дикцию, язык чужой, на партнёров реакцию, на вокал. Да, но для этого проходит такая длительная работа. Постановка, выучка партии. Ты должен в классе выучить партию до такой степени, чтобы потом, когда ты играл, тебя не захлёстывали эти эмоции бесконечные. Выучка партии. Ну, вот у нас есть в Мариинском театре несколько концертмейстеров. Наверное, на каждую постановку свой, да? Или у вас есть свой концертмейстер, и они выполняют же роль таких коучей. Та же система в европейских театрах? В европейских театрах на постановке тоже там по два концертмейстера или по одному. То есть они уже готовят именно вот постановку? То есть может быть какие-то... Они уже готовят именно постановку, они могут с тобой заниматься именно над какими-то языковыми сложностями, над какими-то нюансами, но в целом партию они уже с тобой не учат. А есть ли у вас педагог, которым вы советуетесь, консультируетесь, который иногда необходим? У нас в Мариинском театре замечательные коучи, потрясающие. Я прислушиваюсь к их мнению очень сильно. То есть можно без педагога вокального обойтись? В данный конкретный момент у меня нет вокального педагога, чтобы сказать, что вот это мой педагог, я к нему хожу заниматься техникой. Когда ты уже работаешь в театре, часто ты должен отслеживать какие-то вещи сам. Естественно, я хожу заниматься, я хожу к педагогу и к коучу, но это носит уже более собирательный характер, нежели конкретно учебный. Каждый педагог, каждый коуч может тебе чему-то научить, ты должен это впитать. Очень редко, когда педагог может один тебя научить всему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Наверное, ничего нет страшного Ну, я вам скажу, что за рубежом я не пою Ни Соломею, ни Вагнера Вагнера только Сенту я пела в Мюнхене И я не планирую пока что даже это петь Кольцо точно нет Штрауса в ближайший год Тоже не планирую Все дело в том, что Это вот как зеленая кофточка, я вам рассказала Это только кажется, что эти партии Когда вот они вошли в репертуар Они вошли далеко и надолго Мне нравится эта музыка Я знаю, что она мне подойдет Но я не стремлюсь сделать ее для себя основной Для меня все равно основной репертуар Это итальянский репертуар Я буду стараться его придерживаться А это по личной просьбе Валерия Беселовича Буду называть это эксклюзив Мариинского театра Это как Феруч Фурланет сказал Что он до 40 лет пел только Моцарта Потому что Моцарт это лекарство для голоса Ну вот, наверное, итальянская опера Которая написана композиторами Рожденными для того, чтобы писать музыку Она тоже, наверное, все-таки Как-то более естественно Возможно, просто для меня она ближе Скажем так Для меня она здоровее Я, например, точно знаю Что когда я пою Пучине Мой голос благодарен Я это чувствую Например, и в Эрде тоже Итальянская музыка – это другое А русская? Как с русской музыкой? Русская сложнее музыка, как раз, да Сложнее, чем итальянская Или чем Вагнер тоже? Сложнее, чем итальянская И иногда, чем Вагнер тоже Ну вот мы ждем вашей чародейки Чародейка, в общем-то, не самая популярная опера Кстати, зря очень хорошая опера Красивая опера И драматургически очень хорошо выстроена Очень много там всего Жалко, что ее не ставят за рубежом Потому что, мне кажется, она имела бы большой успех Из нее можно было бы слепить Очень хорошую современную оперу Ваша Настасья Ну, вы вообще очень красивая У вас не было мысли Когда-нибудь сделать себе карьеру модели? Мне всегда не позволял мой рост и вес Этого сделать Разные модели есть Но когда я росла Модели XSL еще не было А я в школе закончила Очень полной девочкой Похудела я уже только в 21 год До того состояния, в котором я нахожусь сейчас Этого модели нет Никто ее не предлагал мне никогда Как-то музыка вошла в мою жизнь И она все за меня решила Ну, вы как актриса себя реализуете на сцене Ну, было бы здорово Я, наверное, с удовольствием бы всегда сыграла в кино Мы снимали очень много роликов для Мидеи в Зальцбурге Я поняла, что это сложная работа Но, наверное, я бы хотела ей заниматься Вы как-то сказали, что подумали о Соломее И она к вам пришла Так что, может быть, действительно выпустить мысль в эфир Ну, по поводу Соломея, да Я даже помню, что на интервью во Владивостоке Меня спросили, какую бы партию хотели спеть в будущем Я сказала, что Соломею через 10 лет И буквально меньше года прошло Когда я дебютировала в Мариинском театре Так что, может быть, вы заявили про то, что хотите сниматься Может быть, действительно кто-то услышит Дай бог, я очень бы этого хотела Лен, вернемся к вашей чародейке Которая очаровательная У нее есть какое-то такое чародейство Ну, по крайней мере, по сюжету И у вас это здорово получается Что вы вкладываете в эту роль? Она очень многообразная Очень многосторонняя Ну, вообще, на самом деле Все предполагает музыка Чайковского Там все написано Но она там достаточно лирична То есть я не могу сказать, что она там как-то вызывающая Ну, например, дуэт с князем Какой-то достаточно серьезный дуэт Потому что там есть ирония И кокетство, и строгость, и отпор Очень серьезный и жесткий, да? А, например, с княжечем там, наоборот, такая лирика Утомление, что можно сыграть и спеть То есть вот эта вот роль, например, подошла бы для кино роли, да? Да, кстати, да, подошла бы хорошо Татьяна менее разнообразная, да? Не сказала бы Татьяна — это такая роль, образ в которой развивается каждую минуту В этой партии развитие образа действительно происходит на протяжении всей оперы И если ты вначале один человек, то в конце оперы ты совершенно другой человек И звук должен быть другой вокально, и характер другой Очень часто бывают такие несостыковки, что более лиричный голос не может спеть, например, сцену заключительную Потому что там она уже такая серьезная, крепкая женщина должна быть Кстати, это меньше свойственно операм Вагнера Там нет такого развития персонажа, они какие-то вылепленные, да? У Вагнера есть томление, продолжительность действия, очень длинное такое все Тоже очень красиво, конечно Такая романтика необыкновенная в опере Вагнера Вы сказали, что Петербург вам очень много дал и в плане карьеры, и в плане театра И здесь у вас дом, я так понимаю, дом ведь? Родина моя, конечно, на Урале Там, где живет до сих пор моя мама, это моя родина Поэтому очень редко сейчас Я стараюсь быть в Екатеринбурге, где живет мой брат И мы там с семьей стараемся бывать Есть музыканты в семье? Нету Но это, наверное, удачно, когда в одной семье люди разных профессий Потому что, когда два певца, наверное, сталкиваются какие-нибудь амбиции Или хотя бы расписания Я не знаю, потому что у меня не было мужа-музыканта никогда А муж-юрист полюбил благодаря вам музыку? Не знаю, надо у него спросить Это же чужой мир потемки Но, например, я знаю огромное количество примеров У нас в Мариинском театре семей Когда и муж, и жена музыканты И это никак не мешает, а только помогает Поэтому я считаю, что каждому свое Звучит музыка «Духа, стань, бахкезы» «Джунха, она обрмись мих дар» «Даста них, кизы» Идет сто мих кезарь Ты хоть и дыст, мир и вердет» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лена, скажите, начинали до того, как вы попали в театр? Вы говорили, что вы пели камерный репертуар. Есть намерение или где-нибудь в отдалённых планах обратиться к камерной программе? Намерение есть, и хочется это воплотить. Но на это нужно время и возможность это воплотить, где-то это вспеть тоже. Как в концертном зале Мариинского театра? Ну, в концертном зале Мариинского театра, ещё где-то. Но это нужно планировать достаточно тщательно. А если планировать, то к какому репертуару хочется обратиться? К русскому романсу, к немецкой лид? Наверное, к русской музыке. Так много разных прекрасных композиторов, которые не исполняются. Я люблю петь редко исполняемые романсы. Чтобы не было с кем сравнить интерпретацию? Нет, просто я считаю, что для Чуковского и Рахманинова я ещё не доросла, скажем так. Ну, Глинка есть, его тоже очень мало поёт, хотя вроде как известно. Глинка просто вокально очень сложный композитор. Не всегда очень удобно написано для того, чтобы это петь. И, наверное, чтобы думать о камерных программах, нужно найти концертмейстера такого, который... Да, нужно найти единомышленника, которому можно в удовольствии творить. И вытворять тоже. Но мысль такая есть. Мысль есть. Лена, есть ли какие-то партии в плане много всего? Ну, вот про норму я услышала, да, про кольцо мы поговорили. А есть ли какие-то партии, которые пока не предлагали, но очень бы хотелось спеть? Ну, это, наверное, Маргарита Фаустия я бы хотела спеть. У нас, кстати, она идёт. А чтобы вас ввели туда, нужно что, выучить партию? Нужно, наверное, чтобы звёзды сошлись. А что ещё, кроме Маргариты? Не знаю, это первое пришло, что на ум. Из итальянцев что-нибудь полегче, чем драматические? Мне хотелось бы петь ещё травиату, пока я могу её петь. А почему пока могу, то есть? Ну, потому что это такая партия, которую нельзя петь вечно. Ещё один вопрос всем слушателям, читателям. Всегда хочется подумать, что звезда, она близка вообще к нормальным людям. Чем вы занимаетесь помимо музыки, когда вы отдыхаете? Слушаете ли вы музыку, может быть, другого какого-нибудь жанра? Да, Рамштайн, например, я слушаю. Я даже была здесь, когда концерт у нас летом. Я туда ходила между спектаклем «Мидеи» в Зальцбурге. Я прилетела на концерт. Даёт драйв? Да, мне нравится. У них классная энергетика. У них замечательная была и аппаратура, и они делают действительно качественные шоу. Здорово, мне нравится. То есть такой тяжёлый рок. Но там очень изобретательная на самом деле музыка. В хорошем роке много изобретательной музыки. Да, но не только рок, как эта танцевальная музыка. Я на самом деле очень мало слушаю музыки. И у меня не всегда есть время и желание даже. Иногда хочется включить тишину, наверное. Включить тишину, да. Я люблю вязать ещё. Ну, вообще, я люблю и горы, и море, и вообще природа. Это большой источник энергии для меня. Книжки, кино. Тоже. И кино люблю, и книги читаю. То есть, ну, все человеческие, что люди делают, в принципе, всем я занимаюсь. А книжки, если читаете, то бумажные или электронные? Что же любите с собой брать? Вот знаете, раньше я очень много возила с собой бумажных книг, и очень много возила клавиров, потому что мне нужно было учить. Но когда я познакомилась с мужем, и он увидел просто, что у меня полчемодана занимают какие-то книги и бумаги, он понял, что я какая-то сумасшедшая, и подарил мне электронную книгу, которую закачиваю теперь книги, и читаю все те же самые, только в электронном варианте. И я поняла, насколько это удобно, мобильно, и как это здорово. Да, конечно, тяжесть исключает. И кроме того, книжечка, она маленькая, она влезает в косметичку. А ноты на планшете? А ноты на планшете, да. Тоже удобно. Ну, то есть, например, если я еду на какую-то одну постановку, я беру с собой бумажные ноты. А если я еду в какой-то уже подряд, то я иногда беру партию в бумажном варианте, а иногда уже не беру, потому что все-таки тяжело. Что сейчас читаете? Сейчас я читаю песни Гипериона. Ну, это увлекательный фэнтези. Да. Лена, я еще хотела спросить. Вы активно делаете посты в социальных сетях и общаетесь с публикой. Насколько вырос ваш контингент, который с вами общается в социальных сетях за последнее время? Вы знаете, не очень сильно вырос, но я поняла, что людям интересна информация. Информации очень мало об Эпере. Это вроде считается, что такой доступный жанр. У нас везде есть театры и все, но очень мало информации. И мне очень часто пишут молодые вокалисты, просят каких-то советов. Я не знаю, как их давать по социальным сетям. Какие-то минимальные вещи я могу им рассказать, и все остальное же это совершенно другие принципы работы. Это индивидуальный подход и все такое, то, что для одного хорошо, для другого плохо и так далее. Но кроме молодых певцов, естественно, людям, поклонникам оперы, им тоже интересно, что происходит. Потому что действительно мало очень информации и такой среды углубления в этого все нет. Очень интересно общаться с публикой. И мне очень нравится, когда мне пишут в Инстаграме, я там отвечаю на вопросы. Причем в Фейсбуке я могу этого не увидеть, ВКонтакте у меня вообще не бывает. А вот Инстаграм для меня основная социальная сеть, в которой я нахожусь. Ну, я знаю, что вы даете какие-то консультации молодым певцам. Не преподаете, конечно. Как я могу дать консультации? Я могу только послушать, сказать какой-то совет. Но я не могу с ними заниматься из-за нехватки времени просто. Еще нужно свою карьеру строить. Лена, последняя ваша постановка – это «Ярославна в Париже» с Сельдаром Амдаразаковым. С Дмитрием Ульяновым, с Дмитрием Ивашенко и так далее и тому подобное. Да, полностью российский состав. Что для вас была эта постановка? «Ярославна», в общем, тоже как-то внезапно появилась. Ну, по крайней мере, так кажется слушателям. Нет? Вообще, это необычная для меня партия. Ее тоже поют в основном уже более в таком зрелом возрасте. С более крепкими голосами. Партия сложная, она непривычная, необычная. Для меня это было здорово. Я познакомилась с замечательным режиссером Барикоски. Новый принцип работы. Сам процесс вообще классный. Русский состав – это всегда очень весело. С большим чувством юмора. Да, это всегда весело. Лена, современная постановка, очень мрачная. Интересно было с ним работать, потому что он четко знает, чего он хочет? Да. То есть, когда режиссер понимает, чего он хочет в результате, это всегда интересно, даже если это как-нибудь не совсем привычно, да? Ну, конечно, когда человек четко уверен в том, что он хочет получить, какие эмоции, то есть, у него есть видение. Это всегда здорово, чем когда человек не знает, и ты не знаешь, что тебе делать. То есть, можно импровизировать, а как бы в итоге все равно может ничего не получиться. То есть, у вас есть свое представление о персонаже, а режиссер свое имеет, и это как-то не совпадает. А здесь… Бывает и такое, да. Здесь можно с ним не соглашаться, но он четко понимает, какой персонаж вы должны сделать. Вы идете ему навстречу или в какие-то моменты можно обсуждать? Всегда все можно обсуждать, потому что все мы люди, ищите какой-то компромисс. Ну, и последний вопрос по поводу современных постановок. То есть, Медея тоже была перенесена в современность. Вот это всегда оправдано сейчас или не всегда все-таки оправдано? Оно не всегда оправдано, и не всегда это того стоит. Но это данность нашего времени, поэтому от этого уже никуда не скрыться и никуда не деться. Но вы как исполнитель, как музыкант, все-таки у вас получается больше персонаж, который задал композитор, или все-таки тот персонаж, который ждет драматический режиссер, так скажем? Можно петь то, что написал композитор, и играть то, что сказал режиссер. И получится что-то третье. И получится что-то другое, да. Лена, спасибо большое. Спасибо вам. Будьте здоровы. И мы вас ждем. Спасибо. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Будьте здоровы. Будьте здоровы.